Шаурму Я вам сейчас покажу тот самый вокзальный, идеальный рецепт той самой вкуснейшей шаурмы. Да, я его открыл совсем недавно, мне для этого понадобилось всего-навсего 20 с лишним лет. Но сегодняшним выпуском я просто уничтожу всех дружей обломовых, всех борщей, всех покышеварим, всех грековых и прочую вот эту вот питерскую кулинарию. Погнали! Итак, джаны мои, в прошлый раз я показал, как делать шаурму в шортике, кстати, смотри, шорт по ссылочке, вот-вот-вот там, вот здесь вот будет, как готовит один мой знакомый армян-шаурмист всем своим клиентам по-армянски. А сегодня я покажу вам, как готовили вообще все в Москве на вокзалах по-московски в начале где-то 2000-х годов. То есть этот рецепт 20-летней давности, он идеален, и для этого нам понадобится вот это вот все. Значит, масло, укроп, перец, лук, огурец, помидор, капуста, чуть-чуть лимона, куриное мясо, любое совершенное. Я использую грудку, вы можете, если хотите посочнее использовать ножки, но поверьте мне, грудка тоже получается сочная. Я покажу вам сейчас, как ее правильно пожарить. Одно яйцо, два зубчика чеснока, лаванж и один секретный компонент, про который чуть попозже, который придаст именно той самой вокзальности во вкусе. Пока все как обычно. Жарим курицу, делаем соус. Ну все легко, просто берем вот так вот, сольки чуть-чуть, с двух сторон. Так, обваливаем перец, прям вот так, не свежемолотый, уже давно молотый. Вот так вот все обваливаем. Разогреваем маслице. Забрасываем минут по 7 с каждой стороны, дайте ей поджариться, прям не вертите ее часто. И будет она сочная и вкусная. Пока жарится курка, шинкуем все овощи. А вы, хейтеры, смотрите, смотрите на мою пилочку и сходите слюной в комментариях. Это офигенная пилочка, я ни на какую самуру ее не променяю, даже вот на эту. В принципе, половинки огурца, половинки вот этой жопки огурца нам хватит на одну порцию. От помидора отрезаем. Вот так вот. И делаем. Раз. Два. Три. Ну, в стандартном рецепте 4 слайсика было. Ну, мы же для себя делаем, поэтому я опять добавлю. О, капуста. Капуста просто крошим как-нибудь. Смеленько. Кейтер, нравится мои ножи, нравится? О, напиши в комментариях. Ты себе не может за 5 тысяч ножку пил, да? Теперь петухом ходишь? Ммм, как хорошо пилочка-то режет, а, все овощи. Прекрасно просто. Лук. Туда же. Просто полукольцами. Лука прям можно побольше, не жалейте. Шаурму луком не испортишь. Режем прям всю половинку. Вот так вот. Все, овощная часть готова. Смотрим курику. А кто тут против грудок? Итак, соус. Вот все. Значит так, смотрите. Сразу туда резка чеснок. Потом, значит, резко разбиваем тоже так, вот так прям чпок. Только одно яичко на чеснок. Потом заливаем все это дело маслицем. Маслицем. Сейчас мы будем готовить это, да, это тот самый белый, как дружио обломов говорит, кефирно-чесночный соус. Да застрелитесь, блин, питерцы. Где вы видели в шаурме кефир? Ну скажите, это любым шаурмьяне вас засмеют. Как в соус кефир добавлять? Я скажу, ты что, с ума сошел? Какой кефир? В шаурму никогда не добавляется кефир. Не йогурт греческий, не какая-то другая вот эта вот параша ненужная. Зачем? Вот все, что надо, чтобы сделать белый соус. А для вокзальности мы ему чуть-чуть придадим вот вкус укропом сушеным, измельченным. Вот так вот прям щедро сыпанем. И вы потом увидите, насколько это все прекрасно. Также нам понадобится щепотка соли. Туда. Вот так, хоп, прям одну целую. И выдавливаем лимонный сок. Можно заменить это дело уксусом, но лимон же натуральнее, правильно? Он придаст как раз вот такую чуть-чуть кислинку и белизну нашего соусу. О да, детка. Я могу заниматься этим целый день. Вот, все, вот он, ваш кефирно-чесночный соус без кефира. Называется чесночный майонез по-домашнему. Все. Берем погружняк. Вот так вот сверху накрываем яйца и чеснок. И врубаем самую большую скорость. У-у-у! О, эмульгировать пошло, 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 вот оно. И начинаем тихонько вмешивать масло, то есть поднимать наш блендер. Все, подняли. Два-три раза пробили, перемешали и готово. И остатки не забудьте выскрести. Где оно у меня тут? Сейчас. Чайной ложечкой. Вот, вот, смотрите. Вот она. Вот, вот, про что я говорил. Вот, видите? Видите, как оно? Какое оно густое, какое оно прекрасное. Так, сейчас на вкус попробую прям. Ну-ка. Это оно. Ребята, это просто оно. Все, никакого кефира, ничего не надо. Делайте вот так. Так, спустя 15 минут курочка готова. Смотрите, какая красивая получилась. Ммм, режем. Чуть мало, да? Себе же делаем. А там много мяса тоже, что мясо слишком. Получилось вкусно. Вращающаяся доска, это просто чудо. Можно со всех сторон отрезать. Сборка. Для начала берем лаваш. Берем наш белый соус. Берем прям жирно так, ложкой. Бум. И вот так вот по вокзальному распределяем. Вот прям даже можно еще вот так вот. Этот соус будет нам как клей для лаваша. Теперь следующий этап. Это очень важно. Выкладываем сначала капустянский. Вот это тут просто капустянский лук. Это тут обязательное условие, значит, вот этого пирога. Вот прям такая щедрая получилась. На овощи выкладываем огурцы. Стандартная порция 4 дольки огурца, 4 дольки помидора. Ну, я же для себя делаю, поэтому... А, курица с огурцами всегда дружит. Добавляем помидорки. Сверху куреху. Да? Ну, скажите, что похоже. Пишите в комментариях, кто жил 20-30 лет назад и ел вот подобное. Сверху зачеркиваем еще одну ложку и вот так вот. Раз, два, три. И можем чуть размазать. Остатки соуса с ложки вытираем об лаваш. Ни в коем случае не смываем. И теперь, как я и обещал, секретный ингредиент. Красный соус мы же не делали. Значит, что сделать, чтобы придать нашей шурме именно тот самый аутентичный вкус. Да? Это элементарно просто. Вот оно. Кетчуп красная цена за 70 рублей. Шашлычный, ребят. Только шашлычный. Не вдумайте томатный брать. Томатный это полная гадость. Только шашлычный. Я сейчас, напомню, серьезе говорю. И вот так вот, косыми линиями. Ага. Вот. Я раскрыл вам секреты всех шурме в Москве. Не знаю, что со мной сделают. Но надеюсь, что все-таки надонатят на развитие канала. Иначе так и будут всю жизнь одной шурмой питаться. Заворачиваем. Так. Так. Чуть-чуть край подогнули. Можно так. А можно вот прям цельный оборот. И сделать ее чуть-чуть более приплюснутой. Так ее будет удобнее есть. Все. На сухую сковородку. Делаем огонь на максимум. Прям вот прям максимум. Вот сколько у вас может комфорка. И жарим. Прям на сухой сковороде. Периодически чуть-чуть ее вот так вот, чтобы не прилипало. Двигаем. И прижимаем. Как пресс. Вот сейчас она с одной стороны прожарится. Потом перевернем на другую. А, про что я вам говорил. Какая хорошая. Снимаем шау со сковородки. Суем ее в мешок. Кстати, вместо пакетов я использую пакетики для хлеба. Очень удобно. Так, а теперь чего? Теперь, чтобы не упало, надо ее как-то положу пока в мисочку. Теперь, самый важный момент процесса. Кто любит, может еще вот так вот сделать. И передаем ее кому? Влюбленному джигиту. Нет. Сами жрем. Ну что, проба. В стакане шаурма. А кола в бутылке. Очень удобно держать, кстати говоря. Ну что, та самая вокзальная идеальная. Начинаем. Ну, а что тут говорить. Это та самая вокзальная идеальная шаурма. У меня такое ощущение, что я сейчас поезда дождусь. В купе сяду и... А! И загород поеду. Ммм. Курочка, соус, овощи, все окна. И вот эта вот красная цена за 70 рублей. Что могу сказать, друзья? Подписывайтесь на канал, заходите на стримы, бейте в колокольчик, пишите комментарии. Я на связи. Если будут какие-то у кого предложения, с радостью выслушаю. Всем отвечаю. Хейтер, застрелись. А я пошел доедать. Все. Всем пока. Сегодня вечерний стрим, как обычно. Субтитры сделал DimaTorzok